Субтитры делал DimaTorzok В курсе, да В курсе, вы не против? Нет Я хотел сразу попросить вас об одном деле, у меня не движется оно, вы могли бы мне помочь? Что не движется? Дело одно, не движется и мне нужен помощник Что в моих силах постараюсь? Значит, когда я сидел в Жанатасе в Жамбульской области, за слово Божие, я проповедник, то у меня там была хорошая врач И я ее не могу найти И хороший был, ну, командир отряда, Словак его звать, Владимир Васильевич И он где-то там, найти бы их, чтобы я хочу их отблагодарить У меня 38 книг вышло, я хотел бы подарить, они для меня близкие сделали, они меня охраняли, берегли там в лагере Там были... Это сколько лет назад было? Как в 87 году было Тоже пожилые уже, да? Ну да, ну они-то теперь пожилые Там были казахи, они мне помогали все Там был один казах, до того умный Разговаривали, надели, ходили, гуляли Он буквально все разбирался А давайте я запишу их данные Запишите Значит, Словак Ну как Словацких Словак Владимир Васильевич Это его нация, Словак? Нет, фамилия А-а Словак Владимир Михайлович Нет, Васильевич А, Васильевич Васильевич Вот Сем он работал? Он работал начальником отряда В Жанатасе В Жанатасе Жанатас, Жамбульской области Работал Начальник отряда был У него тоже небольшая, кажется Старший лейтенант Был и капитан Высокий рост там Высокий такой В каком году? В 87 В 86-87 Потому что в марте вышло Нам помилование Политзаключен И я вышел Ага Ну и Татьяна Прокопьевна Врач была Вот фамилию Не могу вспомнить Сейчас как-то Может быть где-то Как-то через него Там же, да? Да, там же Там же в лагере А они меня спрятали В туберкулезном У меня бронхи было плохо Легкие-то ничего Но они так Меня подкармливали Маслом, молоком И я вышел Здоровый фактически Вот такие люди Хорошие Там потом Был у нас начальник Я не знаю Бахаев Казах, видать Если можно было бы Тоже вспомнить Начальник лагеря Жанатаси Там один лагерь Такой был И Кудеяр Я звать не знаю Как Бахаев И начальник лагеря Кудеиров Или Кудеяров Как-то Начальник этого Политотдела Казах Очень хороший Он мне отдельно Кабинет свой давал Чтобы я мог Помолиться Кудеяров Кудеяров Или Кудеяров Как-то Ну что-то Как-то можно Если там найти Словака То через него Можно все найти Я бы их хотел Отблагодарить Вот для этого Они мне нужны Я помню У меня Я нашел всех Которые мне Раньше помогали По детскому лагерю И нынче Меня провезли Я всем Подарки сделал Вот врача Вообще Не знаете Ни имени Ни фамилии Татьяна Прокопьевна Татьяна Прокопьевна Да Имя знаю Отчество знаю А фамилию Я должен у жены Потом спрошу Может быть Ну Попробую Вот Если вы В Алма-Ата Там как-то Справку навести Для меня Это большая Была бы помощь Я никак Не могу Туда выйти Ну Теперь Я вас слушаю Пожалуйста Как вас звать Меня зовут Райхан Райхан А вот знаете Тут выступала Одна женщина По телевидению Она Мутарханова Или как Ох и хорошо Выступала До того Она боевая Выступает Много женщин В зал И она К правителям Обращается Как вы обращаетесь Везде взятки Ну говорит Как вот понимаешь Нет Диктор настоящий Очень здорово Она говорит Я Потом вам Мог бы скинуть Надо же найти Просто удивительно Какие она У ней данные Все Речь Как поставленная И она Обращается К правителям Я приехал В Москву Меня задерживают Почему Это моя родина Я не куда-то Приехала домой Почему А я Видите Черномазая Такая Что мне Теперь Куда Мне деваться И она Все Стоит На кафедре Вот так Показывает А женщины В ладошке Хлопают Говорят Вот мы Приезжаем Тут Даем взятки Подошел Милиционер Документы Какие Вам документы Я Полезла У меня Выпал Партийный Билет Что Такая Партия Да Есть Такая Партия Мы Строили Нашу Страну Ну Режет Под корень Вот Прямо Я не знаю Это чистая Русская речь Когда вы Все успеваете Так она Главное Говорит Куда нам Детей Пристроить И все За взятки Взятки Дают А берут Мы Даем А еще Сделаешь Разберут Даем Ну Я за внуком Смотрю Садика Нет Да Вот я вам Просто на радостях Сразу все Сказать Пожалуйста Игнати Тихонович В общем Я заболела Можно сказать Вами И днем И ночью Свободная Минута Есть Я смотрю Ваши ролики Вот Ваши разговоры Ходила Значит Я Со свидетелями Говы Но там Не обратилась Я Отошла Вовремя Меня Бог Забрал Оттуда Потом Значит Я два года Сидела Дома Никуда А потребность То есть Пошла Я в Харизматическую Церковь В Алмате Там Ну там Я крестилась Вот 13 сентября Но мне Мне там Тоже Душа Не лежала Вот Что Женщины У них Там Поведают Пастыри А потом Песню Когда они Спели Мне вообще Плохо Стало Песню Поют Значит Наш Бог Всемогущий Царствуешь По всей Земле И небу Я говорю А как же Если на Земле Дьявол Царствует Мы только Пришествие Ждем Как же Вы так Поете Ну ладно Дело в том Что они Не церковь Церковь Там Где Есть Апостоличность Рукоположение Теперь Поняла Православие Вот это Церковь Католики Церковь Григеряна Армяне Копты Сирийцы Пять Они Сохранили От апостольских Времен А харизматы Там у них Почти 100% Бесноватые Падают Крещат Беснуются Я их Очень хорошо Знаю Никуда Не ходите У вас Есть Православная Церковь Пойдите Ваша Душа Будет Пиковать Ну вот Я это Еще Сходила Я уже Туда Вчера К батюшке Поговорила С ним А батюшка Молодой Совсем Вот И Он даже Не знает Сколько книг У них В Библии Говорит Кажется 74 Потом Зашли Мы с ним А нет Он мне дал Книженцы Значит Для начинающих Молитвенит Я стала Дома читать А там Все на церковном Да Язык Сломается Сломается Конечно И потом Маленько Маленько Можно изучить И есть по-русски Издают По-русски Вот Надо бы найти его По-русски Да Но Господь Заповедовал Нам Мощи Нас Считать А дальше Павел Говорит Открывайте Перед Богом Свои желания Своими словами Но Чтобы направить Их куда-то Вы обязательно Библию имеете На русском языке Псалтыр Считайте Псалтыр Там Там все молитвы 150 молитвы Здорово Да Конечно Ну и потом Я зашла в храм И прям вот В этом у них В храм Первый раз заходила И прям вот В храме Тут икон много И тут же Лавка церковная Это неправильно Продают свечи Правильно Правильно, да? Неправильно Неправильно Но Ну вы пройдите Мимо не смотрите А Это нельзя делать Христос изгнал Таргашей Христос Порол их бичем Таргашей Я правду Я хотел с вами Посоветоваться Думаю Можно туда идти Не покупайте Ходить можно Но не покупайте Господь изгнал Не всех в храме А покупающих И продающих Поэтому не покупай И не продавай А подойди Батюшке Десятину отдай И все На этом конец А там уже Ну маленько Поменьше сделай Чтобы больше Сам хватило Чтобы десятина У тебя ушла Она нам не принадлежит Десятина Она божья И твоя душа Будет радостная Ликовать будет Перед Богом Игнатий Тихонович А я Домохозяйка Муж у меня Неверующий Откуда я Десятину возьму Ну нету Значит нету А пенсионерка Ну пенсионерка Я вот в этом году Только оформила Я вообще-то Россиянка Гражданка России Еще здесь И получала У меня все там еще А у меня Видите как положено Вот вчера Приезжал мой брат Он у меня Протоиерей Священник Он держит Хозяйство У него Овещек много Там Жена Агроном То есть У нас Тарелка не ходит У нас вообще нету Ни за что Все бесплатно Крещение Все Десятина Но он-то богаче А у меня пенсия Самая маленькая Мне не давали работать А только при милиции В охране У меня 6 тысяч Кажется 275 рублей 3 копейки У меня У меня ниоткуда Нет Но это не касается Я вчера Я в нервной Делаю за год Подсчет И ему отдаю За год Вперед Десятину Чтобы я был Свободен перед Богом Поэтому у меня Всегда на душе Ликование Такое Радость Светлая Я все время Ощущаю Благодать Божия Благословение Он меня любит Я Богу Спасибо Что вас любит Бог Мы тоже вас все любим Потом еще вопрос Такой Вот он мне Про исповедь Говорил Надо ли Надо К Иоанну Крестителю Шла вся страна Исповедовалась Им дана власть Которая никому не дана Господь сказал Говорит Кому простите Проститься На ком оставите Останутся Это вы в 20 главе Евангелия Тиана Просчитаете Священникам Дана власть Мы можем прощать Друг другу Только обиды Которые сделали Друг против друга А ему дана власть Такая что ты в детстве Мать обижала А сейчас вспомнила А матери нет И ты пришла Господи Как мне И он имеет власть Выслушать тебя И разрешить От этих грехов Ему власть дана От Бога А сектанты Там баптисты Харизматы Не говоришь Там приеговистов Это вообще даже не секта А так Сброд сатаны Им не дана власть Это Они возникли Сто лет назад А сто лет назад Бог церковь не образовывал Он ее в Сиомской горнице Образовал И говорит Вратада не одолеет ее Матфея 16-18 Поэтому вы Будьте осторожны Вам дана Как и нам Одна душа Ее надо привести В рай В церковь Христос придет за церковью Он не придет За сектами Какими-то А они Священство не имеют У них Присчастья нет Они хлеб ломают Хлеб остается хлебом А в церкви Хлеб превращается в тело Они не ломают Они передают просто И у них Никто не ест его Не выпивает А Господь говорит Если не будете есть плоти Сына человеческого Не будете иметь Жизни вечные Евангелие 6 глава 54 стих Так что Какая еще Иоанна 6 глава 54 стих А то они порываются Ко мне опять В гости Я говорю Одна можешь Пройти А можно вдвоем Я говорю Нет Да и одной Делать нечего Сначала укрепиться Займей хороших друзей А потом уже С ними вместе Одна никогда не будь Нужно молиться Чтобы помощь была Где-то Я вот миссионер 53 года Я все время Работаю с сектантами Сколько баптистов Пришло 50-никам Стали православными И батюшками У них нет ничего В этом вопросе Толкования-то Они толкуют Все неправильно Какой стих не возьми Вот баптисты Более правильные Более правильные Они только первые Отошли от православных А от баптистов Теперь Со всеми заблуждениями Адвентисты От адвентистов Иеговисты Видите как А раз баптисты Ближе всего К православным Они верят в Троицу Верят в душу В рай В ад В ад То есть у них Чистое учение Но У них нет Рукоположных Епископов И поэтому Они не церковь И что же Они все В ад попадут Мы этого не говорим Мы говорим Согласно Библии Спасает Бог Не мы Мы им должны Сказать это А Бог Сделает как ему надо Мы должны быть Верными В слове Его Вот я свидетелям Тоже говорю Они говорят Что только они Спасутся Я говорю Да не может Такого быть Бог сам усмотрит Они еретики Они еретики Там ему нельзя спасаться Нельзя Они не верят в Троицу Они не верят Что у человека душа есть Как будто я таракан Курица И человек одинаковый У них заблуждение Они даже не верят Что Христос на кресте Распятый А вот так Висит на столбе Да Еще спрашивают Это из Америки Брухлин И вот еще вопрос У меня Из Экиля Восьмая глава Вы ушли под низ Маленько поднимите голову Там У вас сдернулся что-то Вот так вот Глазок там у вас наклонился Видно Да? Да А я себя вижу нормально вроде Нет-нет Вот так Вот так Нормально будет Отпустите его Говорите пожалуйста Вот в Эзекииле Восьмой главе О мерзостях Да Говорится Так И что Давайте посмотрим 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 сейчас мы Эзекиил Эзекииле Восьмая глава Да-да С десятой Стихах Где-то О, сейчас Мы это Свободно Откроем Десятая глава Восьмая 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 Десятый стих Да С десятого С десятого Человеческие Ну Прокопая стену Сейчас засчитаю Я прокопал стену И вот какая-то дверь И сказал мне Войди Посмотри на отвратительные мерзости Какие они делают здесь И вошел я и вижу И вот всякие изображения Присмыкающихся И нечистых животных И всякие идолы Дома Израилева Написанные по стенам Кругом И семьдесят мужей И старейшин Дома Израилева Стоят перед ними Ну дальше перечисляют Вопрос в чем? Вот Свидетели говорят Что это изображение Это все церковь православная Ну это они сумасшедшие Как в сумме они там Готмашу Ну давайте Вы сейчас можете Себя вообразить Что вы Свидетели Иегова Чтобы я с вами мог Разговаривать так Давайте вы крепко Защищайте их учения Я говорю Книга Исход Божественная книга Ну да Ну да Ну да В 20 главе говорится Не сделай изображение Ну да Того что на небе вверху Что на земле внизу И что в воде ниже земли А в 25 главе В этой же книге Написано Сделай изображение Сделай изображение Вы записывайте Потом Смотреть Так вот смотрите Я говорю давайте Бог не может В 20 главе сказать И забыть Что в 25 сказал Потому что Все писание Будет духовновенное И писали Святые божьи человеки Будущие движимы 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 Духом святым Духом святым Так вот Что на небе Ну я в университетах Мил занятия Ну студенты там Я говорю ну что Облака Солнце Луна Звезды Хюрвимы Ангелы Серафимы Можно делать Написано не делай Не делай А 25 глава говорит Сделай изображение Хюрвимов Сделай потому Как ты видел на горе Это образ был Показан Все Я говорю Христос приходил В храм В какой Ну какой Соломонов Я говорю Соломонов А как же Вторая паралипоминон Запишите Четвертая царств Лучше запишите Четвертая царств 25 глава Пришел Новоходоносор Изломал Море Вытащил все сосуды Храм разрушил А куда Христос пришел Я говорю Запишите Из Экииля Из Экииля 41 глава 17 стих 17 И там написано Бог показывает Как делать Проект Божий Бог архитектор И говорит Сделай изображение Хюрвимов От пола До потолка Внутри Снаружи А изображение По-гречески Икон Икон Так а Христос Когда пришел В этот храм Он не сказал Что храм Не мой А говорит Дом мой Дома молитвы Наресется Дом мой В котором были Иконы От пола до потолка И на ворота Это Христос Принял Дальше Мы считаем Дух Святой Сошел Во второй главе Деяния апостола А в третьей Петр и Иоанн Деяния апостола Третья глава Деяния Шли в храм Молитвы Сейчас девятый А там были иконы Вот как мы Просчитали Это устройство Второй храм Был Зарававелев А у вас еще На стенах нету Все закончилось Вот так Это Божье повеление Они еретики Они слепые У них Узов взгляда Вот он затеял Иегова Иегова Он больше ничего не видит У Бога 500 имен Саваов Я говорит Лоза Я пастырь добрый Я дверь овцам Это все его Его Наименование Они не знают Ничего совершенно Церковь православная Внутри имеет Изображение По образу Они говорят Ну людей-то там Не было Не было Потому что на небе Людей не было Люди шли Преисподни до Христа А теперь Христос сошел И вывел Души оттуда Первая Петра 4.6 Запишите Первая Петра 4.6 4.6 4 глава 6 стих Он вывел на небо А раз на небе Теперь души там То теперь И образа в храме есть Она Церковь по образу небесного А откуда Мы должны Мы должны их помнить И святить Откровение 4.6 Запишите Откуда мы это узнали Души праведных Под жертвенником находятся Жертвенник это крест Жертва Христос А куда жертва положена была На крест положили его И распяли И нес крест Это жертвенник В 37 главе Исход мы считаем Жертвенник Освящается 7 дней 7 дней И будет святыня Что прикоснется к нему А как же не святыня Тот жертвенник На котором кровь Сына Единородного Пролита была И пропитанный был А они говорят Ну если бы тот крест Был тот на Голгофе А то этот то какой Но если я говорю Так рассуждать Тогда не надо Библию признавать Дайте мне ту Которая рукой Матфея написана Ну так нельзя Совсем уже Дайте мне Книги Моисея Которую рукой он написал А это еще перепечатано Ну и вот это Игнатий Тихонович Что вот Вы языкили Я так и не поняла Что почему она мерзлась Потому что там были Нечистые животные Присмыкающиеся Кому люди Поклоняются Это В других странах Поклоняются Поклонялись люди Разным животным Крокодилу Мыши Черепахи Змеям Он как в Индии И они на стенах Изображения были А это Бог запретил делать Он разрешил делать Только то что на небе А на небе никаких змей нету Крокодилов нету Вот это мерзость То что нету А иконы Это Иконы Это святые Дальше еще 16 Кажется стих Там ниже Да Там уже Я поняла Что про мусульман говорят Отвернулись от храма Да Повернулись на восток И кланяются Может быть и так Может так Вот так Ну значит я пойду Теперь 6 числа Меня батюшка пригласил Обязательно Он говорит Просто постойте Посмотрите Да Поговорите Поговорите Расскажите Ничего не утаите Сходите на исповедь У вас душа облегчится И вы мне потом позвоните И я должен услышать от вас А как вы на меня вышли-то? О, я же говорю Смотрю ваш ролик Что-то не просто Скайп А свой открыла Набрала Игнатий Лапкин И вот он Пожалуйста Понятно Понятно Слава Богу Слава Богу Вы вопросы все записываете Какие есть у вас? Все записано У меня подготовилось Когда у вас вопросы накопятся Там Ну недели через две Вы только сначала напишите Где Под моим скайпом Дома я или нет Свободен или нет А то бывает У меня идет длительная запись Занятия Ко мне звонят отовсюду люди С других стран И я занят в этом вопросе Ну а время я выберусь Я напишу В какой-то момент Даже в этот день Когда вы зайдете А я сегодня помолилась Перед тем Как включить скайп Вот вы свободны Да Значит у меня С трех до семнадцати По Москве А сейчас у вас Сколько время? Ну У нас пять часов Сколько время Я сейчас скажу У нас сейчас Пять часов Двадцать восемь минут Одинаковое время у нас С Казахстаном Да У нас в Казахстане Хорошие наши верующие есть Вы могли бы потом Познакомиться Узнать где они живут Они занятия ведут Вот Наши отсюда люди А другие там А где они? Я сейчас не знаю Где она? Ну кто-кто? Хапилина, Валентина и Алексей Не помню Ну не помню что-то Если бы в Алмате Я бы их нашла Да, они приезжали Крещение принимать В полное погружение У нас здесь Потому что В церквах Во многих Трудно это не делают Ну не хотят делать Священники Они тоже требуют молитв За них Чтобы молиться А у нас это есть За все Надо научиться За все благодарить А вы знаете Что у нас есть сайт? Я знаю И форум есть Там богатый Богатый материал Там если вот У вас кто-то Помог бы вам Скачать Яна Златоуста 12 тому Жития Библия Архипелаг ГУЛАГ Там на сайте Там 50 книг Моим голосом Насчитано 50 Я открыла Я открыла это все Я не смогла Прослушать Златоуста Открыла Вот допустим 20 глава Надо опять По новой заходить Вот подряд Нету прослушивания Или я не получается У меня просто Надо попросить Кого-то Я тоже ничего не понимаю У меня Подряд нету А? На файл По одному файлу Слушать По одному Так и слушать Но По одному Тяжело Два часа И пять минут Это немало Два часа Сделали бы Я хотя бы Полчаса послушала бы А то по одному Опять возвращаться Опять открывать Вот надо бы Сделать Она полностью Проигрывается Два часа Нет Нет Ну я тогда Не знаю Неудобно Сделано А если так То-то неудобно Надо узнать Я тогда узнаю Татьяна Прокопьевна Как и это Фамилия И вы тогда Может кого-то найдете А через него Я всех найду Мне очень охота Поблагодарить Как люди Меня хранили Там в лагере Было очень трудно И Господь Меня сохранил Я вышел живой Спасибо тебе Да Это Бог так сделал Ну я говорю Там были казахи Казахская Республика Это была Но плохих У меня не встречалось Казах Ни одного Вот Бог так делает Они там сидели За наркоманию За убийство Такие Но у меня близко Были те Которые Ну прям вот ходили Мы беседовали Как родные У меня как-то Жена приехала А там же забор Высокий И она договорилась С автокраном Там работал Легла на стрелу И он ее поднял Над зоной На стреле А казахи-то Увидали И прибежали И говорят Там женщина Сказать Она давай креститься Они поняли Я там один такой-то И они прибежали К нам в зону Крещат Иди скорее Это когда вышел А ее уже там Автоматчики окружили И положили стрелу Вот Любовь что делает Здорово Здорово Молодцы Это моя жизнь Она как боевик прошла Я Богу доверяюсь Он меня ведет Потом еще Насчет крещения Он сказал Меня перекрестить Надо будет Перекрестить не надо Вы просто не крещеная Перекрещивания нету Только в полное погружение В полное А у них нету Мы это обливаем Нет Это не соглашайтесь Вы может быть договоримся Вы летом приедете к нам Ой здорово было бы Это 7 июля у нас будет Или 12 После 7 июля На воскресенье 7 не попадает И мы Я вам дам адрес наших людей И вы с ними приедете Мы с вами вместе Здесь насладимся Общением духовным Да 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 Я просто мечтаю Я уже мужу свою Прожижала уши Я говорю Давай поедем в Барнаул Он говорит Давай Мы же знаете Деревню православную строим Я начальник детского лагеря православного Нам есть что показать Здорово да С удовольствием Да 44 года Начальник детского лагеря Какие только гонения не были Мы все выдержали Слава Богу Вот Вопросов нет больше? Нету Спасибо большое за общение Храни Господь Во славу Божию Храни Господь Слава Богу